Большое спасибо за приглашение, за возможность принять участие в открытии этой конференции. Как все вы знаете, настоящим трендом стало понятие цифровой экономики. Впервые из уст руководителей государства это прозвучало 1 декабря 2016 года. Это было ежегодное послание нашего президента. Символично, кстати, что конференция проходит буквально в преддверии очередного послания главы государства. Оно состоится завтра, 1 марта. Уверен, что и там мы услышим определенные стратегические вводные, касающиеся нашей с вами сферы ответственности. Говорю в широком смысле, потому что здесь действительно представители федеральных органов власти, региональных структур, ответственных за IT. Широкий спектр уважаемых поставщиков, разработчиков российских IT-решений. И для нас это, конечно, уникальная политическая возможность. О поддержке информатизации говорили всегда, но, пожалуй, никогда не было такого накала политических страстей именно вокруг общей идеи цифровизации нашей экономики для того, чтобы повысить ее эффективность, повысить качество жизни наших граждан. Мы с вами стали свидетелями технологической революции. Только за прошедшие 5-6 лет количество пользователей интернета с примерно 46% увеличилось до 75% и продолжает расти. Нам удалось подключить населенные пункты и даже крупные города, которые раньше даже не мечтали о том, что в них когда-то придет волокон на оптической линии связи. А сегодня она туда пришла, она там есть, и это ускоряет процессы цифровой трансформации. Я имею в виду и Дальний Восток, Камчатку, Магадан, много населенных пунктов Якутии. Настоящим знаменательным событием стало подключение Норильска, 180-тысячного города. Эти работы продолжаются. Подключаем мы и самые малые населенные пункты. На следующей неделе, в частности, планирую провести рабочую проверку того, как идет подключение приграничных малых сел Забайкальского края на границе с Монголией и Китаем. Это небольшие села, где проживают 200, 500, 800 человек. Но это наши граждане, они также хотят пользоваться электронными госуслугами. Там есть такие же медицинские учреждения, там есть такие же исполкомы органов местного самоуправления. И это тоже наши с вами объекты информатизации. Мне кажется, главным отличием вот этой новой эпохи цифровой экономики от эпохи информатизации должно стать то, что мы не должны зацикливаться на наших традиционных информационных технологиях. Мы всегда их представляли как-то достаточно однобоко. Что вот есть какая-то база данных, вот есть клиент-серверная архитектура, вот есть облачная архитектура построения систем. Понятно, что мы как айтишники, особенно государственные айтишники, решали огромное количество задач, связанных с защитой персональных данных, в соответствии огромному количеству разных нормативных документов. Но сейчас важно попытаться взглянуть на происходящее сверху. Потому что цифровая экономика – это в целом про то, как мы создаем, собираем и обрабатываем данные. И то, как мы применяем для этого совершенно новый набор технологий, многих из которых еще даже нет. Они находятся в какой-то, скажем так, теоретической проработке, но их нет как законченных решений. И это далеко не просто какие-то мобильные устройства или наши настольные автоматизированные рабочие места. Потому что эти технологии захватывают вопрос использования больших данных. Это вопрос использования искусственного интеллекта. Это вопрос применения технологий дополненной реальности. И это не только применение этих технологий в госуправлении. Это то, как мы с вами, меняя нормативную базу, создавая другие предпосылки, можем эти технологии внедрить во все отрасли народного хозяйства. Финансы, торговлю, то же самое здравоохранение, образование. Но это действительно переосмысление. Это не просто то, как отрасль такси изменилась под влиянием Яндекс.Такси и Убера. Это принципиально другой подход. И мне кажется, что в ходе обсуждений вопросов на конференции, потом в тематических секциях, нужно попробовать провести вот эти мозговые штурмы. Что же способно создать новые точки роста для экономики, для повышения качества жизни граждан? Как мы собираемся применять тот самый искусственный интеллект, который то ли есть, то ли его еще нет? Как мы его развиваем? Как мы собираемся корректировать нормативно-правовые акты для того, чтобы убрать оставшиеся в них барьеры и действительно начать процесс цифровой трансформации в отраслях, за которые мы отвечаем? Цифровизация экономики потребует и новых полномочий. Я обращаюсь прежде всего к коллегам, кто представляет регионы Российской Федерации. Знаю, что целый ряд регионов здесь представлен. Нужно смотреть за тем, как управляются эти процессы на уровне региональных органов власти. Не получится заниматься цифровой экономикой просто на уровне отдельно взятого департамента или министерства, отвечающего за связь и информатизацию. Здесь нужен гораздо более широкий набор полномочий. Нужно определиться с тем, что же такое типовая программа цифровизации экономики региона. Попытаться понять, где проходит оптимальная граница между тем, что должен сделать федеральный центр и то, что должно происходить, администрироваться, управляться на местах. Мы тоже инициируем целый ряд проектов. В частности, такой принципиальной новой моделью сотрудничества стал проект по цифровой трансформации органов прокуратуры. Даже звучит, честно говоря, удивительно. И нам часто журналисты, коллеги задают вопросы. Что же такого, казалось бы, можно трансформировать с точки зрения цифрового подхода в этой, казалось бы, очень консервативной структуре. Но на самом деле речь идет о полной цифровой трансформации, где мы выступаем партнерами. Понятно, что пользователем этих технологий выступают собственно органы прокуратуры. Технологические решения, цифровые решения туда приносят команды из Минкомсвязи. Мы создали совместный проектный офис, вместе утверждаем, отрабатываем эти планы и считаем, что это тоже в каком-то смысле достаточно инновационная модель. Из, опять же, таких ярких событий, которые происходят буквально в эти дни, хотел бы привести пример так называемых электронных открепительных удостоверений на голосование 18 марта на выборы президента Российской Федерации. Все вы знаете, что в единой системе идентификации и аутентификации уже около 65 миллионов пользователей, огромное количество фактов оказания услуг, работают федеральный портал, многие другие системы привязаны к ЕСИА. Но, пожалуй, впервые мы смогли цифровизировать, трансформировать цифровым образом такой тоже консервативный процесс, как получение этих самых электронных открепительных удостоверений. Я уже пять лет сам проживаю в Москве, но формально прописан в своем родном городе, где родился, в городе Казани. И каждый раз голосование тоже для меня превращалось в такую сложную историю получения вот этого бумажного открепительного удостоверения. А сегодня граждане делают это с помощью ЕСИА, на едином портале госуслуг. Уже суммарно около миллиона человек воспользовались этой услугой. И это уровень доверия к цифровым технологиям. Это уровень доверия даже в таких очень чувствительных, политически значимых процессах, как выборы президента. Это беспрецедентный пример, ссылаясь на который, вы можете дальше проталкивать другие смелые проекты. Даже если в таком режиме происходит уже и трансформация процессов, связанных с выборами в стране, это основание для того, чтобы действовать смело, решительно и использовать этот опыт. Уважаемые коллеги, я хотел бы завершить на этом свой монолог. Призываю вас внимательно завтра послушать послание нашего президента. Мы получим какие-то очередные стратегические вводные, как нам правильно выстраивать свою работу. Опять же, говорю здесь в широком смысле, потому что это касается и перспектив работы самих IT-компаний, разработчиков российского программного обеспечения, моих федеральных коллег, наших региональных коллег. Мы это делаем все вместе. Призываю вас к активной работе в рамках тех рабочих органов, которые созданы для реализации программы «Цифровая экономика». Она не похожа на другие программы, она не администрируется из какого бы то ни было министерства, ни из Минкомсвязи, ни из Минэкономразвития, даже аппарат правительства, так сказать, играет такую здесь подруливающую роль. Вся инициатива находится в руках индустрии. Есть центры компетенций, есть экспертные группы, в них участвуют десятки, даже, наверное, сотни специалистов, которые туда делегировали самые разные компании. Я вас всех призываю тоже внимательно следить за этой работой, за планами мероприятий. Не воспринимайте их как некий жесткий шаблон. Это очень живой организм, который постоянно видоизменяется, корректируется, совершенствуется. Такую модель управления программой цифровой экономики создали, понимая, что мы не можем до 2024 года жестко прописать план мероприятий с показателями и с финансированием. Это просто невозможно. Мы сами с вами в этом зале не знаем, какие новые технологические тренды ждут нас даже в 2020 году, не говоря уже о 2024. Поэтому это некий вектор развития и гибкая модель по ее совершенствованию и участию в нем. Призываю вас к этой интересной совместной работе, уверяю вас, что там нет никаких административных барьеров, преград для того, чтобы продвигать ваши самые смелые проекты и решения. В таком режиме сотрудничества уверен, что мы вместе сможем сделать многое. А самое главное, что мы сегодня действительно имеем беспрецедентную политическую поддержку для этих смелых идей и смелых проектов. Хочу пожелать вам интересных дискуссий. Хочется пожелать, чтобы они были немножко провокационными с взглядом за горизонт, потому что только так мы сможем обеспечить лидерство нашей страны в этом вопросе. А все основания для этого лидерства я считаю, что у нас есть. Спасибо большое за приглашение. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Николай Анатольевич. В 2012 году президент подписал майские указы, которые во многом определили деятельность министерства на следующую пятилетку, не только вашего, но и других. Сейчас речь о министерстве связи, в частности, там был вопрос, посвященный госуслугам и доступности и так далее. Хочется узнать ваше мнение насчет того, какие задачи подобного уровня на следующую пятилетку вы видите, те, которые могли бы стать перед минком связи. Вы знаете, у нас все-таки роль министерства технологического и нашу работу можно охарактеризовать совершенно конкретными показателями. Я уже привел пример показателя по развитию широкополосного доступа. Одно дело, когда ты прокладываешь просто какой-то кабель подводный или наземный, или запускаешь спутники, но самое важное оценить действительно тот реальный объем использования этих услуг населением, потому что это инфраструктура на основу для всей цифровой экономики. Я сказал, что мы достигли, к примеру, 75% по широкополосному доступу и цифра продолжает расти. Четверть всех базовых станций уже работает в формате 4G-LTE, хотя в мае 2012 года такой стандарт вообще не присутствовал в Российской Федерации, его не было просто де-юре. И первые аукционы, первые конкурсы, точнее, на использование этого стандарта для сотовых операторов состоялись уже в 2012 году, летом и осенью стало это запускаться. Таких показателей можно привести много. Мы сегодня эффективно обрабатываем уже более миллиона международных посылок в день. Это огромные возможности для развития электронной торговли. Можно рассказать про развитие цифрового телерадиовещания и так далее. Мне кажется, что все-таки самая главная задача программы цифровой экономики и то, что реально мы можем ждать в новых, давайте так их условно называть, майских указах, это все-таки вопросы экономического роста. Наша задача технологическая, но это должны быть кирпичики, которые выстраивают весь фундамент для роста экономики. Вот цифровая экономика, она же не про связи и не про программистов, она про то, как все это созданное даст нам дополнительное конкурентное преимущество. Сегодня это понимают политики, сегодня это понимает бизнес, потому что наш бизнес конкурирует не внутри какой-то замкнутой российской системы. Мы всегда конкурируем на глобальном рынке. Мы добываем руду, делаем из нее металл, либо продаем этот металл, либо делаем из него какие-то дополнительные, к примеру, продукцию машиностроения, мы всегда конкурируем в глобальном рынке. Да, есть определенные границы, таможенные пошлины, различные правила ВТО, правила Еврозес, но это всегда глобальная конкуренция. И мы не сможем повысить качество жизни в стране, если наши все вот эти предприятия, я привел пример машиностроения, но это точно так же относится и к банкам, и к другим отраслям и сферам услуг. Никогда не сможем повысить качество жизни, если они не будут конкурентоспособны на мировом уровне. А это не произойдет без того, что мы не дадим им возможности быть цифровыми и внедрять самые перспективные технологии. Спасибо. Следующий вопрос, такой более, наверное, провокационный. Недавно глава Сбербанка Герман Греф сказал о том, что электронные госуслуги может оказывать бизнес, в частности банки, в частности Сбербанк, и дайте нам такую возможность нормативную, мы за три года вам сделаем платформу, которая будет там на голову выше, наверное. Ну и так далее. Как вы считаете, способен ли банк и вообще банки и коммерция предлагать государственные услуги в электронном виде? Возможно ли это? Какова перспектива подобных вот инициатив? Если это просто фронт-офис и очередной канал взаимодействия с гражданином, то, конечно же, да. Мы всегда продвигали эту идею. Я думаю, что Алексей Козырев сегодня как-то в своих выступлениях это более подробно раскроет. Вот он и его команда как раз и пытались создать такую многоканальную модель взаимодействия. Да, она должна опираться на базовые государственные системы, СМФ, ЕСИА, обеспечивать вот такие государственные задачи. Идентификацию гражданина, юридически значимое электронное взаимодействие. Но каналов может быть много. Если банки к этому готовы, то нет никаких проблем. Мы видим, что Сбербанк является одним из, опять же, таких драйверов реальной цифровой трансформации. И посмотрите вопрос его капитализации. Кто-то может, так сказать, говорить, что это связано, к примеру, исключительно с тем, что у них просто большой накопленный исторический объем капитала, сбережение населения, средств разных предприятий и так далее. Но даже на таких вот чисто финансовых активах такой капитализации достичь невозможно. Сбербанк применяет искусственный интеллект, поэтому демонстрирует чуть больший уровень прибыльности. Это дает ему дополнительный рывок вперед. И поэтому сегодня он конкурирует уже вот на уровне капитализации европейских банков. И на самом деле здесь каких-то пределов для этого роста фактически не существует. Очень хотелось бы, чтобы такой тренд на цифровизацию у Сбербанка перенимали и многие другие предприятия. Кстати, это один из крупнейших IT-работодателей с точки зрения нашей IT-отрасли. Там трудятся тысячи разработчиков, инженеров. И это во многом IT-компания, а не просто какая-то структура с кассами, офисами и традиционным пониманием банкинга. За последние годы, за уже, наверное, 8 лет создана большая инфраструктура электронного правительства, СМЭФ, ИСИА, портал, госуслуг, единый, федеральные информационные системы. Как вы считаете, что будет следующим этапом в развитии вот этой инфраструктуры, таким большим, серьезным следующим этапом? Вы знаете, не хочу никого разочаровать, но мне кажется, что это должна стать такая рутинизация вот этого всего процесса. Она на самом деле происходит. Вот она происходит и в тех новых услугах, которые мы внедряем, и просто в количестве пользователей, проникновении этих услуг в ежедневную практику взаимодействия гражданина и государства. Она должна работать как часы, она должна развиваться для того, чтобы поддерживать все современные технологии и просто должна войти в жизнь тех людей, которые еще доступа к этим технологиям не имеют. Меня всегда достаточно серьезно вызывал вопросы. Вот тот разрыв, который мы видим, к примеру, между регионами-лидерами и регионами, отстающими в темпах внедрения этих технологий. Я имею в виду долю граждан, зарегистрированных в ИСИА. Или те данные, которые показывает Росстат по использованию электронных услуг населения. Ну или какие-то другие показатели. Разрыв все-таки очень большой. Поэтому технология хорошая. Нам нужно разобраться с тем, как она финансируется, потому что, несмотря на просто драматический рост числа пользователей, на самом деле расходы федерального бюджета остались на том же самом уровне. Мы видим большую недофинансированность этой сферы. Либо мы должны опять же признать, что, к примеру, это некий условно-частно-государственный проект государства. К примеру, компания Ростелеком, раз уж она сегодня выполняет функции технического оператора. Либо все-таки принять решение, что на это должны тратиться средства налогоплательщиков. Это просто одна из классических государственных информационных систем. Здесь тоже большая развилка. Правительство, кстати, ее до сих пор так или иначе не прошло. Эти решения еще предстоит принять. Потому что действительно система очень ответственная, очень большая. Она требует просто соответствующего объема затрат, ресурсов на ее функционирование. Спасибо. Вопрос по регионам. Каждый регион в последние годы создавал свой портал госуслуг. Как вы считаете, какова дальнейшая судьба, если говорить глобально, на 5, на 7, на 10 лет вперед, вот этих разрозненных порталов? Понятно, что да, они объединены в общей системе идентификации, но тем не менее это разные интерфейсы, разный опыт и так далее. Что с ними будет? Как вы считаете, регионы должны поступать в плане развития своих порталов? У нас система управления в стране устроена так, что есть федеральный уровень, региональный, муниципальный. Это следует из нашего законодательства. И это нужно помнить, это нужно уважать. Поэтому бессмысленно предлагать какие-то модели, когда все должно быть жестко централизовано. И должен быть, к примеру, строго единый портал. Действительно, в части некоторых услуг, особенно там, где это федеральные полномочия, централизация происходила. Почему развивались и росли региональные порталы? Очень просто. Потому что в 2005, 2008, 2010, 2012 году ЕПГУ, единый портал госуслуг, был очень слабеньким. Он не соответствовал реальному уровню амбиции регионов и спроса со стороны населения. Там услуг-то не было толком. Все это только запускалось. Сейчас у нас, я считаю, что достаточно достойный портал, достойное мобильное приложение. Им действительно пользуются десятки миллионов наших граждан. Повод ли это для регионов отказаться от своих региональных систем и полностью перейти в режим вот этой федеральной модели? Может быть, да. Но здесь мы опять же возвращаемся к нашему предыдущему вопросу, где я бы обозначил развилку про то, как должна финансироваться эта система. Если она, к примеру, централизованно финансируется с федерального бюджета, для многих субъектов это просто было бы хорошим способом отдать на федеральный уровень часть этих электронных услуг и сервисов, сэкономить деньги, направить их на какие-то другие проекты. Но сегодня очень часто они просто получат некий альтернативный счет от того же Ростелекома. И это вопрос принятия, в том числе вопрос экономической целесообразности и бюджетной эффективности. Поэтому если будет принято решение, что все-таки эти федеральная платформа госуслуг, федеральная платформа получает достойное базовое финансирование и регионы просто могут ее использовать, переносить туда услуги, то это один сценарий. Если это режим некого частного государственного партнерства, то это другой сценарий. Я думаю, что просто в новом уже политическом цикле эти решения предстоит каким-то образом пройти. Но всегда, опять же, с точки зрения разделения федерального, регионального и муниципального уровня полномочий, уверен, что всегда будет как минимум 5-10 регионов, которые продолжат активно инвестировать в свои собственные региональные системы, просто потому, что на них завязано огромное количество специфичных процессов. В этом нет какого-то противоречия. Это хороший, нормальный, сбалансированный подход к развитию. Кто-то идет централизованным путем, тот развивает свои решения и продукты. Главное, чтобы гражданам было удобно. Следующий вопрос хотелось бы задать на тему импортозамещения. Четыре года уже практически мы занимаемся этим вопросом. И по-настоящему больших каких-то серьезных проектов, ну, очень мало, можно пересчитать по пальцам. Таких, чтобы, не знаю, заменить условно Oracle в одном большом ведомстве в качестве СУБД, но такого нет практически. Да, есть там локальные проекты, есть ведомства, которые во многом пилотируют, используют отечественный софт. Но вот как вы считаете, все-таки вот такое масштабное серьезное импортозамещение, оно когда наступит? И наступит ли? Когда наши коллеги из Соединенных Штатов примут какой-нибудь очередной пакет санкций и у всех все выключится, тогда наступит процесс импортозамещения. И в этой шутке есть лишь доля шутки. На самом деле есть определенная доля разочарования в этом вопросе. Я об этом, в принципе, открыто делюсь, и коллеги знают. Мы открыто об этом говорили, кстати, на Сочинском форуме. Меня мой коллега по правительству Михаил Абызов спросил, а что вот, какая самая главная недоработка министерства, что вот вам не удалось сделать за ваш срок работы. И я назвал то, что считаю недоработкой, то, что, к примеру, отрасль сельского хозяйства сегодня получает из федерального бюджета примерно 240 миллиардов субсидий ежегодно. Мы уже стали первыми в мире по производству зерна. Мы уже даже не знаем, как его вывозить. У нас там не хватает вагонов, какие-то там другие начинаются системные коллапсы в связи с этим. 240 миллиардов. Объем каких-то целевых субсидий, к примеру, на разработку системных программных продуктов или на финансирование вот этих проектов составляет 0 рублей 0 копеек. Если бы это была хотя бы десятая часть от того, что мы тратим на сельское хозяйство только с федерального бюджета, это был бы невероятный прорыв. Мы смогли бы многое что сделать. В то же время не могу не сказать о все-таки реальных успехах, которые происходят. Вы говорите, что никто ни на что не переходит. Таких проектов очень много. Их стараются тоже не афишировать, чтобы не было какой-то ненужной политической окраски, эмоционального маховика взаимных, санкционных каких-то историй. Но такие проекты идут. И то, что мы видим по доле закупок программных продуктов, в том числе реестра отечественного ПО, то рост очень серьезный. С 2014 года. В 2014 году это было примерно 20-30%, сейчас это 60-70%. Огромный накопленный багаж просто есть. Наивно думать, что можно взять, просто все как-то отключить и очень быстро перенести. Сам процесс миграции, перекомпоновки информационных систем, которые не стоят на месте, они постоянно развиваются, в них что-то постоянно дорабатывается. Невозможно просто ее взять из чистого листа, создать какую-то новую. Но этот процесс идет. Все ключевые новые продукты, новые системы, которые создаются в стране, на мой взгляд, в подавляющем большинстве случаев основаны все-таки на, ну если уж не полностью российских программных продуктов, там всегда грань тоже очень тонкая с точки зрения программных продуктов с открытым кодом, всяких упакованных, российского разлива дистрибутивов. Поэтому здесь тоже нужно определиться с терминологией импортозамещения. Но тем не менее все новые крупные проекты идут именно по такому пути. Там практически нет проприетарного зарубежного ПО, и это важный знак. Мы, конечно, против любых санкционных историй в сфере информационных технологий. Мы за конкуренцию, мы против монополий. Мы об этом говорим все время на различных международных площадках, к примеру, с коллегами по странам БРИКС, потому что это крупнейшие страны, крупнейшие мировые рынки. Так уж получилось, что сегодня все монополизировано. Сейчас проходит, я имею в виду монополизировано с точки зрения системного ПО в мировой IT-экосистеме. Сейчас проходят мероприятия в Барселоне, Всемирный мобильный конгресс. И там была свежая статистика, что оказалось, что в мире всего лишь 0,1% смартфонов не на Apple, iOS и Google, Android. То есть их всего 1 миллион 400 тысяч штук осталось немонополизированных вот этими двумя американскими корпорациями. Вижу в этом огромную угрозу. Не для России, а вообще для всего мира. В России 70 миллионов граждан ходят с этими устройствами, в мире, это несколько миллиардов человек. Если они граждане страны, которые входят в военный блок НАТО, то, наверное, эти государства воспринимают это положительно. Потому что у них есть должный уровень контроля, доступа к информации этих граждан. Они считают, что с помощью этого они защищены в какой-то борьбе с терроризмом, экстремизмом и так далее. Но с точки зрения всех других государств, поверьте, это вызывает огромную озабоченность. Потому что это совершенно неконтролируемая среда, это какие-то подгружаемые обновления программных продуктов. Несмотря на все открытые заявления, что тот же Android открытый, все специалисты прекрасно понимают, что в нем есть определенное количество закрытых программных компонент, и никто не знает, что там происходит. Это те вызовы и риски, которые несет дальнейшая цифровизация. Мы выступаем за то, чтобы она была сбалансированная. То есть мы против того, чтобы какую-то нишу, неважно, мобильные операционные системы или базы данных вы упомянули, контролировала больше, чем на 50% какая-то одна компания или какая-то одна страна. Мы выступаем за то, чтобы, к примеру, страны БРИКС объединились, объединили ресурсы своих госзаказчиков, своих, если хотите, инвестиционных фондов, разработчиков, и сделали альтернативные программные решения. Весь мир хлебнет очень много горя от того, что мы имеем такую монополизированную систему мобильных устройств. Это вообще одна из главных угроз глобальной информационной стабильности, если хотите. И мы вкладываем здесь определенные усилия. К счастью, есть в реестре отечественного программного обеспечения проект по российской мобильной операционной системе, которая исторически корнями относится скорее к Финляндии, но, тем не менее, сегодня это контролируемая российская разработка, сертифицированная, кстати, ФСБ, ФСТЭК, который может использоваться защищенно для создания тех или иных систем. Вот как сделать так, чтобы мы, к примеру, на базе этого проекта смогли установить партнерство с нашими коллегами из стран БРИКС и сделать это некой платформой, которую могли бы использовать, к примеру, 100 миллионов пользователей по всему миру. Пусть даже мы начнем с госсектора. Вот такого рода вызовы тоже действительно стоят сегодня не только перед Россией, а перед всем сообществом. Спасибо, да. У меня вопрос, наверное, последний, заключительный на тему инфраструктуры. Вот несколько лет речь идет о том, чтобы появилось так называемое гособлако на федеральном уровне, может быть, дальше регионы. Но, тем не менее, вот этой вычислительной единой инфраструктуры пока нет. И нет, я так понимаю, законодательных оснований для ее создания, если я правильно понимаю. Вот каковы перспективы здесь вот этого вопроса? Появится ли она? Может быть, передумали создавать? Вы знаете, как здесь есть, наверное, действительно нормативная составляющая, но она не ключевая. Мне кажется, самая главная составляющая здесь технологическая все-таки. На самом деле, с одной стороны, такие примеры гособлака есть. В том же Ростелекоме или каких-то других операторах есть определенные сконфигурированные серверные вычислительные мощности системы хранения, которые используются теми или иными госзаказчиками, в которых даже сконфигурированы определенные уже предустановленные платформенные IT-решения. В этом смысле это некое гособлако. Да, у нас нет, к примеру, какого-то решения на базе того или иного, той или иной госструктуры. Но, к примеру, на базе нашего НИИ «Восход», который тоже традиционно, так сказать, играет какую-то ключевую роль в тех или иных проектах. С точки зрения НИИ «Восхода» мы, допустим, такую услугу не предлагаем. У нас нет такого количества просто инвестиций, вычислительной мощности сотрудников для того, чтобы эту услугу предложить, к примеру, другим госорганам. Технологическая недоработка здесь, мне кажется, заключается в том, что все-таки хотелось бы, чтобы был определенный законченный набор российских решений. Не с точки зрения железа, а прежде всего с точки зрения софта. Самих базовых операционных систем, систем виртуализации, систем управления базами данных, систем для развертывания приложений. Вот если бы мы такую систему российскую собрали, да еще и определенным образом все это сертифицировали, чтобы к заказчикам не было вопросов со стороны того же ВСТЭКа, ФСБ, защиты ПЕРС данных, то мне кажется, что здесь, и к примеру бы таких поставщиков, желательно не одного, кстати, а чтобы их было хотя бы, допустим, два-три, чтобы была какая-то ценовая конкуренция. Их бы, к примеру, назначили единственными исполнителями, чтобы любой федеральный заказчик или региональный заказчик мог просто в соответствии с тарифами выбрать одного из этих двух-трех игроков и заключить с ними контракт и получить готовое решение, то тогда бы мы как раз увидели, как мы перемещаемся от закупки собственного оборудования к получению вот этих реальных IT-услуг. Нет такого решения сегодня. Рассчитываем, что Ростелеком продолжит инвестиции в этой сфере, возможно, какие-то другие игроки. Мы точно против монополизации. Очень часто, опять же, мы, наоборот, пытаемся как-то балансировать те или иные попытки таких игроков, как Ростелеком, монополизировать те или иные направления работы. Нам хотелось бы, чтобы это была всегда конкуренция. И целый ряд российских операторов, российских юридических лиц вполне способны обеспечить должный уровень информационной безопасности и соблюдение самых разных норм, действующих нормативных актов для того, чтобы конкурировать в этой сфере. Даже если есть решение по единственным исполнителям, то в идеале, чтобы оно касалось нескольких игроков. И мы хотели бы здесь увидеть конкуренцию. Это крайне важно. Как только мы получаем полностью монополизированный сегмент, это сразу приводит к тем или иным проблемам. Я думаю, что все мы с вами хорошо это знаем. Конкуренция для Российской Федерации, к примеру, в сфере связи дает совершенно фантастические результаты с точки зрения качества для населения. У нас одни из самых низких цен, при этом очень достойное развитие самой инфраструктуры, особенно если принимать во внимание размеры нашей страны. Спасибо большое за ответы. Коллеги, давайте я передам микрофон в зал. Я прошу представляться и после этого задавать вопросы. Здравствуйте, меня зовут Артур Кузяков. Вы призываете к активному участию, совместной живой работе в мозговых штурмах. И мой вопрос. Скажите, какие конкретные действия может сделать предприниматель, который реально хочет участвовать в цифровизации страны и в развитии технологий вообще в целом? Я постараюсь кратко ответить. Если у вас есть какая-то идея, продукт, который вы считаете можно применить для цифровизации российской экономики, в какой-то сфере, я не знаю, в сфере ветеринарии условно, и вы сделали какой-то продукт и решение, и вы понимаете, что вы не можете это внедрять в сфере ветеринарии, потому что в трех законах написан запрет, плюс нет каких-то технологических разработок и решений, плюс, допустим, нужно обеспечить какую-то новую технологию, условно говоря, выделение частот для интернета вещей для того, чтобы ваша цифровая ветеринария там заработала, то вот с этим и нужно приходить соответствующие центры компетенции. То есть это всю работу о центрах компетенции, о том, какие реализуются планы мероприятий, как в них поучаствовать, все это вы можете в интернете найти. Мы стараемся, чтобы эта работа была максимально открытой. Нужно все-таки сформулировать, с чем вы идете на эту стройку, большую стройку цифровой экономики России. Ну вот, условно говоря, на сайт Минкомсвязи или куда? Там есть, нужно посмотреть сайт «Оно цифровая экономика». Создана специальная структура, и все-таки там, мне кажется, обобщается достаточно подробная информация. То есть Алексей Козырев сегодня будет выступать у нас, я думаю, что его можно более детально расспросить про это, как непосредственно участника события. Он у нас такой самый главный участник со стороны министерства. Если можно, дальнейшие действия обращаемся. И с кем мы общаемся из государства на эти темы? Вот как раз хорошо то, что вы не из государства с кем-то общаетесь. Общаетесь с коллегами, отстаиваете свою позицию, утверждаете общий подход, план мероприятий, и все. А дальше задача государства вам помогать, чтобы эти планы мероприятий реализовались. Они могут быть про то, что давайте поправим закон, они могут быть про то, что давайте выделим какие-то очень небольшие деньги на то, чтобы подстегнуть какую-то, к примеру, технологическую разработку, и дальше проследим, чтобы это все все сделали и внедрили. Вот универсально модель такая. Понял, спасибо. Представьте, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Сапиренко Михаил. Я представляю гостиницу «Президент отеля. Управление делами президента». У меня вопрос следующий. В этом и в следующих годах многие государственные организации, фактически все, будут переходить принудительно на российское программное обеспечение. То есть уже есть планы графики. Это неправда. Никто не принуждает. Все решения, которые были приняты, они достаточно мягкие. Речь ведь о том, я просто считаю важным это прокомментировать. Нас тоже говорят, вы запретили там что-то закупать. Все равно есть определенная доля закупок. Если апеллировать к моей статистике, которую я сегодня приводил, примерно около 30% все равно закупок идет на зарубежный софт. Нет жесткого запрета. Просто это сложнее. Вам вопросы будут задавать неудобные. Значит, антимонопольная служба может тендеры ваши отменить или еще что-то. Поэтому жесткого нет запрета. И этот запрет действует уже, по-моему, с 16-го года. Да, у меня просто чуть-чуть вопрос. Я вот разрешите мне договорить. Смотрите, многие программные продукты, особенно операционные системы, так называемые российского производства, как вы правильно сказали, они базируются на иностранных дистрибутивах. То же самое, например, Астрософт, он базируется на Дебиане, там Рэтуэс на Радхате, вот, Роса, Леникс тоже часть на Радхате. Какой вопрос у вас? Да, вопрос такой. Почему нельзя предоставить право выбора государственным организациям, вот в рамках этого плана перехода на отечественное ПО, не использовать российские сборки, а использовать мировые сборки, которые совершенно бесплатны, где есть открытый исходный код, и никому не надо платить, и можно с программным продуктом делать все, что угодно? Ну, такого запрета нет. Нету, да? Такого запрета нет. Мне даже как-то сложно прокомментировать. Первое, запрета нет. Тем более, если вы их не закупаете, и они бесплатные, тем более запрета нет. Вас даже никто не спросит, если вы на это деньги налогоплательщиков не потратили. Ну, или не налогоплательщиков, а, так сказать, ваши внебюджетные средства внутри вашей государственной организации. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Уланова Екатерина, компания «Интеград». Я представляю как раз компанию разработчик. Собственно, вопрос такой. Есть ли перспективы у реестра российского софта? Потому что, ну, понимаете, да, мы разрабатываем, например, какой-то продукт в течение полугода. А какие вы хотите перспективы? Три месяца мы потом его регистрируем там. Но это невозможно для такой быстрой отрасли. Долгая регистрация? Конечно. С этим разберемся. И самое главное, она непонятная. То есть на вопросы, а когда дальше, а сколько регламент, это просто отписки и никаких действий. Вот очень бы хотелось, чтобы это как-то было быстрее. Это очень поможет как раз экономике и «Интеград». Принято. Виновных накажем, достойных наградим. Спасибо. Разберемся с этим вопросом. Известная проблема, да, мы действительно проводим определенную работу над ошибками. Марина Аншина, Российский союз IT-директоров. У меня такой вопрос. В рамках цифровой трансформации необыкновенно важен системный подход, который дает, в свою очередь, архитектура предприятий, архитектурный подход. В США в 1996 году был принят акт Линдера Коэна, который дал огромный толчок развития. У нас есть какие-то тенденции в направлении, чтобы что-то подобное на государственном уровне было принято в нашей стране. Он требует архитектурный подход и анализ всех проектов, особенно в рамках цифровой трансформации. На этом архитектурном подходе, на архитектурные модели и доказательства эффективности соответствующих проектов и программ, и портфель. Думаю, как ответить. Вы знаете, мне кажется, что мы к этому этапу сейчас только подходим. Этот вопрос требовал должного уровня политической поддержки. Потому что, когда вы говорите про архитектуру, анализ, а значит принятие решений, в том числе решений, которые кому-то будут наступать тоже на хвост, с точки зрения распределения IT-бюджетов, принятия каких-то системных решений на основании утвержденной архитектуры, то это всегда непростые вещи, которые упираются действительно в определенный должный уровень политической поддержки. То, что мы сегодня это имеем с точки зрения программы цифровая экономика, убежден, что это скажется и на внедрение такого более системного архитектурного подхода. Но это невозможно было раньше сделать. Даже механизмы по просто какому-то подходу к координации IT-бюджетов, ведомств или иных решений, они ведь очень непростым образом шли. Мы каждый год по чуть-чуть старались как-то усиливать этот контроль. Но вот до такого единого архитектурного подхода я считаю, что мы еще не дошли. И как раз воспользовавшись политической поддержкой программой цифровая экономика, нужно это обязательно сделать. Но опять же, это, наверное, уже все-таки такой новый виток повышения эффективности госуправления в сфере IT для нового цикла правительства. Мне кажется, это тоже надо начинать. Давайте вместе это делать, конечно. Спасибо большое, Николай Анатольевич. Мы вас с нами отпускаем. Спасибо.